Возникает забота о потомстве. В связи с древесностью у них заказ на развитие головного мозга. При заботе о потомстве хорошо растет головной мозг. Это важная вещь или не важная вещь? Важная вещь. Дело в том, что, чтобы заботиться, надо установить контакт. Уметь обмениваться сигналами. Взаимодействовать. Две стороны должны уметь взаимодействовать. Внимание! Как называется любая кодовая система, позволяющая взаимодействовать двум и более странам? А по-русски? Язык. Определение языка в информатике будет, разумеется, другое. Там совершенно не исходят из коммуникативных систем. Там из другого исходят. Но в данном случае для нас это даже не важно. Для нас важнее другое. Для того, чтобы забота о потомстве была по-настоящему продуктивной, взаимодействие наладится совершенно необходимо. Появляется еще один общепримадский признак, который есть у всех. Мы вот заботу о потомстве мы сказали. А еще? А еще языки. Кто-нибудь из вас про говорящих обезьян слышал или нет? Ага. Даже есть такие, кто слышал. Очень неплохо. Дело в том, что в течение всего 20 века пытались научить говорить по-человечески крупных человекообразных обезьян. Причем не всякие там случайные люди, но вообще корифеи приматологии, там Еркс пробовал и так далее. Ничего не получалось. И где-то к 50-м пришли к заключению, что нет, недостаточный уровень развития головного мозга не могут они обладевать ничем похожим на человеческую речь. Даже свою систему аргументации там нашли, вот те зоны головного мозга, которые ответственны за развитие речи, якобы у обезьян, да разве-то там недостаточно сильно. А в конце 60-х, в начале 80-х ситуация изменилась. Что оказалось? А оказалось, что мы просто с обезьянами говорим по-разному. Скажите, пожалуйста, мы с вами производим звуки на вдохе или на выдохе? На выдохе. А обезьяны на вдохе? Если вы попробуете поговорить на вдохе, вы увидите, что у вас выйдет. По идее, звуки производить можно, но добиться членораздельности этих звуков, то есть создавать речевые потоки, ну исключительно сложно. А теперь подумаем, какая степень сложности задачки стояла перед бедными шимпанзятами. Научиться говорить таким образом, каким они говорить и не должны. У них просто речевые пары не так встроены. К этому вопросу совершенно иначе подошли американские исследователи, которые взяли к себе на воспитание юную маленькую шимпанзенку, ее назвали Юня, и выращивали в своей семье, как ребенка, не они первые. Кстати, первые такие опыты здесь, в России, проводил известнейший зоопсихолог в начале 20 века Надежда Николаевна Ладыгина-Поц. Очень интересная книга, вообще классика. Дитя человека и дитя обезьяна. Опыт сравнительного развития. Делали шимпанзенку вот с какой целью. Они стали ее учить о звуке глухонемых. Дело в том, что люди, которые либо лишены слуха, либо лишены возможности производить члены-нарративные звуки, все-таки свой язык имеют. Причем общаются на этом языке ничуть не хуже, чем мы с вами общаемся с звуковым языком. Существуют, конечно, паличные языки глухонемых. Я не знаю, сейчас пара мобильников, блютуфов и так далее. Для вас это все не актуально. А у нас в свое время были, конечно, немой язык для подсказывания. Когда к доске вызывают, начинаешь на немом языке диктовать, человек стоит у доски, читает и говорит, читает и говорит. А, В, В, Г, Д, Е, Ё и так далее. То есть обозначение пальцами каждой буквы. Но дело в том, что паличный язык медленный. На нем каждый такой значочек соответствует одной букве. А между собой глухонемые общаются на совершенно другом языке. Языки не букв, а языки жестов. Есть ли письменные, не буквенные языки на Земле? Так, чтобы не из букв складывалось. Какие? Иероглифические, конечно. Японские, китайские, китайские и так далее. Иероглиф ведь это целый кучок понятий, связанных на один знак. Жестовые языки иероглифичны. То есть, на самом деле, скорость обмена информации на жестовом языке глухонемых существенно выше, чем скорость нашего с вами речевого потока. Я это точно знаю. Много приходилось общаться с ребятами. Направили как раз. Исключительно быстро идет. И вот, Йоне учили как раз языку слепухи. Ну, а как вы думаете, чем дело кончилось? К возрасту три года. Йоне заговорило. Вполне себе. Словажный запас у него в это время был не очень велик. Порядка двухсот слов. Затем он расширялся. Затем у нее возникли конструкции, включающие не только существительное, но и обозначающие действия. То есть, она стала рождать сама громадику правила соподчинения разных частей речи. И еще интереснее. Она научилась врать. Ребята, вы зря смеетесь. Способность к вранью – это доказательство исключительно высокого уровня развития речевых способностей. Вы смотрите, ведь как вообще обычно относятся к слову. Слово – это обозначение предмета. Вот слово «доска». Вот доска, а вот слово «доска». Вот слово «мобильник». Вот «мобильник», а вот слово «мобильник». В этом случае слово совпадает с предметом. Отлично. А если я хочу над кем-нибудь подшутить и говорю, что у меня, там, я не знаю, здесь лежит кирян-пам-пам. Это значит, что я могу отделить в своем мышлении предмет от его обозначения. Это значит, что система обозначений приобретает самостоятельное существование. Вот это и есть речевой класс существования. Так что ложь – отрыв обозначаемого от предмета. Это доказательство того, что речевые способности не просто наличствуют, а на очень высоком уровне. Речи, конечно, когда Юню ломили на лжи, были, в общем-то, вполне смехотворны и предсказуемы. Юня вообще была чистоплотная, обезьянка вполне, умела пользоваться всеми санитарными приспособлениями. Но, тем не менее, однажды приходят воспитатели, а у них посреди комнаты куча навалена. Но они говорят, Юня, в чем дело? Мне хорошо. А она показывает жестом, что это не я, это Мария. А Мария – это барышня, которая приносила ей еду, с ней играла и так далее. Ей говорят, что это же не Мария. Тогда она сказала, что это Клаус. Клаус – это шофер, который там возил. Ну и потом она согласилась, что да, это Юня. А первоначально, а первоначально такая действительно попытка замены ситуации реальной и несловешной. Это во-первых. Во-вторых, Юня научилась ругаться. И опять вы зря смеетесь. Про конкретное мышление и отвлеченное мышление слышали? Показательным того, что человек хорошо умеет думать, является способность точно запомнить то, как, что он называется, или способность к обобщению предметов, переносу свойств с одной группы предметов на другую группу предметов, отвлечения мысли от конкретного предмета, что является показателем лучше развитых мыслительных способностей. Конкретное мышление или отвлеченное? Отвлеченное мышление. Скажите, пожалуйста, ругательство – это что такое? Это конкретное действие или отвлеченное? Действие. Конечно, отвлеченное. Вы выбираете некоторый знак, который относится не к конкретному предмету, а к целой группе предметов, отличающихся определенным свойством, определенным качеством. Для Йонни таким ругательством стало словосочетание из двух знаков. Во-первых, как я уже сказал, она была чистоплотной, поэтому не любила грязь. А во-вторых, ей, вероятно, достаточно здорово досталось, еще до того, как Юджину ее взяли, в питомнике, где она до этого была, рядом с ней стояли вольверки со взрослыми зелеными мартышками, верветами. И они, вероятно, ее обижают очень сильно, потому что мартышек ее не очень не любили. В результате в один прекрасный день делалось сочетание из двух знаков – грязная мартышка. И так она обозначала все, что ей не нравится. Ни мартышку, ни грязь, а вот просто любой объект окружающего мира, который не устраивает. То есть, на самом деле, речевые способности у современных обезьян присутствуют. Языки возможны. Сейчас уже больше десятка говорящих обезьян. В интернете попробуйте набрать говорящие обезьяны и посмотреть по ресурсам. Там масса интересной информации.